Сегодня мы хотим рассказать вам о глобальной проблеме, с которой приходится постоянно сталкиваться с самым разным людям. Грибковые инфекции действительно очень распространены. Статистические данные свидетельствуют о том, что грибковыми заболеваниями страдает не менее 20% населения земного шара. Грибок ногтей, известный также под названием анихомикоз, может возникнуть у людей любого возраста. Его причиной являются микроскопические болезнетворные грибки, которые инфицируют ногтевые пластины на руках или, что встречается гораздо чаще, на ногах. Обычно грибковая инфекция начинается с одного ногтя и постепенно распространяется на соседние. Грибок ногтей становится проблемой, потому что заболевание заразно для окружающих и очень трудно поддается лечению. При грибковой инфекции в патологический процесс вовлекается также и кожа. Грибки поражают не только кожу и ногти. Они оказывают негативное влияние на систему иммунной защиты и общее состояние здоровья человека. Некоторые даже не подозревают об этом, считая проблему косметическим недостатком или результатом возрастных изменений. В этом выпуске мы поделимся с вами информацией о том, каких принципов в лечении грибковых инфекций придерживался профессор Иван Павлович Неумывакин, врач-терапевт и автор книг по альтернативной медицине. Профессор Неумывакин рассматривал человеческий организм как целостную систему с огромным потенциалом к восстановлению и самоздоровлению. В этой системе важны все элементы без исключения. Кожные болезни, включая экземы грибок, Неумывакин считал проявлением ослабленного иммунитета и нарушения кислотно-щелочного равновесия. Ведь сильный иммунитет не допустит, чтобы грибы росли и размножались в организме человека, а выставит на их пути мощный естественный барьер. Даже попав на здоровую кожу, грибы никогда не смогут на ней развиваться. А вот если происходит закисление внутренней среды организма и нарушение в его клеточных структурах, то в нем, как учил Неумывакин, возникают условия для роста болезнетворных микробов и патогенных грибов. Доктор Неумывакин также отмечал, что грибы питаются углеводами, поэтому рацион с высоким содержанием сахара, сладостей, сдобы, выпечки и других продуктов, насыщенных углеводами, будет способствовать заболеванию грибком. Известно, например, что особенно подвержены грибковым инфекциям пациенты с сахарным диабетом и инсулинорезистантностью. Высокий уровень сахара в их крови и тканях является питательной средой для роста грибков, в том числе дрожжеподобных грибов рода кандида. В этом с Неумывакином солидарны представители официальной медицины. Профессор Неумывакин предложил лечить грибковые заболевания микозы простыми и эффективными средствами, которые доступны по цене и всегда есть в каждом доме. Однако прежде всего необходимо общее оздоровление организма. Здесь Неумывакин выделял три важных аспекта. Первое – здоровье и сбалансированное питание. Ученый рекомендовал свести к минимуму не только углеводы, но и уменьшить употребление мясных продуктов, заменив их качественной натуральной растительной пищей. Здоровое питание насытит организм витаминами и минералами, которые исключительно для поддержания иммунитета. Доктор Неумывакин особенно рекомендовал включение в ежедневный рацион зелени, ягод, овощей, фруктов, орехов, морепродуктов. Второе. Во-вторых, Неумывакин уделял огромное внимание регулярной физической активности. По мнению известного доктора, полезной для человека является любая посильная физическая деятельность без экстремальных перегрузок. Пешие прогулки, пробежки, ходьба, плавание, зарядка, езда на велосипеде или катание на лыжах и коньках – все это укрепляет организм и повышает его общую сопротивляемость к болезням. Дополнительно Иван Павлович рекомендовал постепенное закаливание путем обливания холодной водой. Он считал закаливание одним из самых действенных средств укрепления иммунитета. Третье. Третье важное составляющее по Неумывакину – это поддержание кислотно-щелочного баланса внутренней среды организма. Для этого доктор советовал использовать пищевую соду и перекись водорода. Как видим, все элементарно просто. Досмотрите до конца этот ролик и вы узнаете, в чем заключается метод Неумывакина. Итак, нам понадобится сода и перекись водорода, которые являются эффективными и безопасными антисептиками для местного применения. Их можно использовать также для профилактики грибка кожи и ногтей. Перекись водорода обладает рядом достоинств, которые помогают бороться с грибком. Во-первых, она обладает антибактериальными свойствами. Перекись – отличный антисептик и способна уничтожать бактерии. Поэтому этот активный компонент используется в борьбе с бактериальными инфекциями, которые зачастую присоединяются к грибковому поражению ногтей. Кроме того, перекись обладает способностью уничтожать грибки, то есть противогрибковым действием. Окислительный эффект перекиси водорода повреждает клетки грибков и помогает в их ликвидации. Польза пищевой соды состоит в том, что она не только помогает избавиться от грибка, но и устраняет неприятный запах, вызванный обильным потоотделением и размножением бактерий и грибков на коже. Сода и перекись оказывают также размягчающее действие, что помогает удалять инфицированные и омертвевшие частички ногтей и кожи. Перед началом лечения следует провести подготовку. Тщательно вымыть ноги с хозяйственным мылом, так как оно является одним из лучших антисептиков. Затем готовят следующий состав. Чайную ложку соды размешивают в одном литре теплой воды. Температуру воды нужно подбирать по индивидуальным ощущениям. Она не должна жечь, вызывая дискомфорт, но должна хорошо распарить ноги. Стопы помещают в содовую ванночку на 20 минут. В результате кожа хорошо разрыхляется, после чего заусеницы, а также размягченные части пораженных ногтей легко удаляются ножничками или маникюрными кусачками. Ноги нужно высушить мягким полотенцем и перейти к следующему этапу – ванночке с перекисью водорода. Сочетание этих двух компонентов соды и перекиси позволит добиться максимального эффекта. В таз наливают горячую воду, чтобы ее уровень покрывал пораженные ногти. В эту воду добавляют 100 мл перекиси водорода и держат в ней ноги 20 минут. При остывании ванночки нужно подливать горячую воду, чтобы в ней поддерживалась температура, необходимая для распаривания ногтей. По окончанию процедуры обрезают размягчившиеся частицы ногтей. Ножные ванночки с содой и перекисью нужно делать ежедневно в вечернее время. Возможно, сода будет пересушивать кожу на стопах, поэтому после процедуры можно нанести любой увлажняющий крем. Если грибок еще не захватил все ногти, а имеется поражение только одного-двух пальцев, можно делать на них компрессы с перекисью водорода. Для этого ватный шарик или тампон, сделанный из кусочка бинта, пропитывают 3% раствором перекиси водорода и накладывают на больной ноготь. Компресс должен полностью покрывать его. Необходимо зафиксировать тампон пищевой пленкой или пластырем. Компресс нужно держать 15-20 минут на ногтях пальцев рук и 30-35 минут на ногтях пальцев ног. После компресса перекись ногтей лучше не смывать, а дать им подсохнуть естественным образом в течение 40 минут. Такие процедуры могут помочь не только избавиться от уже существующего грибка, но также имеют профилактическое значение, предотвращая внедрение грибков в кожу и ногти, их рост и размножение. Перекись водорода и обыкновенная сода. Что может быть проще? Иван Павлович Неумывакин был убежденным сторонником целостного подхода к сохранению здоровья. Кроме трех аспектов, о которых мы вам рассказали в этом выпуске, он всегда подчеркивал важность отказа от вредных привычек, курения и употребления алкоголя. Кроме того, доктор Неумывакин считал крайне важным дополнительный прием витаминов и минералов. В частности, он настоятельно советовал принимать витамин С, аскорбиновую кислоту и витамин D, а также препараты цинка с целью профилактики инфекционных, в том числе грибковых заболеваний и укрепления иммунной системы. Существует еще один аспект, исключительную важность которого в деле укрепления здоровья неизменно пропагандировал ученый и опытный практик медицины. Этой важной составляющей благополучия человека является позитивное мышление и оптимистический эмоциональный настрой. Умение справляться с повседневным стрессом и преодолевать житейские неурядицы. Мы надеемся, что это видео было информативным и интересным, а советы доктора Неумывакина принесут пользу вам и вашим близким людям. Делитесь этим видео с друзьями и близкими, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы всегда оставаться в курсе всего самого полезного. До новых встреч на новых видео!